Забегая вперед, введение НЭПа привело к тому, что очень многие идеалистически настроенные большевики пускали себе пулю в лоб. Они считали, что восстанавливается капитализм, и они зря проливали кровь во время гражданской войны. А вот не идеалистически настроенные большевики очень здорово использовали НЭП, потому что во время НЭПа было легко отмыть то, что было награблено во время гражданской войны. И отмывали это через НЭПа, потому что НЭП, как мы увидим потом, это треугольник. Это коммунистический начальник, начальник Треста, и НЭПа как барыга, через которого идет весь этот процесс. Это вообще была коррупционная схема с самого начала, но она была вынуждена, большевики без нее не удержали бы власть. Символично, что 10-й съезд РКПБ, собравшийся в 21-м году, и если вы помните, прямо с этого съезда делегаты ушли на подавление кронштадтского мятежа, они приняли НЭП, экономическую либерализацию, и запретили фракции в партии большевиков. Дело в том, что до 21-го года в РКПБ были разные фракции, и это разрешалось. По логике, и логика абсолютно верная. Если мы вводим экономические послабления, то внутри мы должны быть монолитом, поэтому никаких фракций. Идейно-теоретическое обоснование НЭПа, вот это, пожалуйста, запишите, было дано Лениным в выступлении на 10-м и 11-м съездах партии, это 21-й и 22-й годы соответственно, 10-й и 11-й съезды партии, 21-й и 22-й годы, на 3-м и 4-м конгрессах Коминтерна, это тоже 21-й и 22-й годы, и в статьях 23-го года. Кроме того, большую роль в формулировке задач НЭПа сыграл Николай Иванович Бухарин. Но у Ленина и Бухарина были разногласия в подходах к НЭПу. Значит, Ленин исходил из того, что, ну, поскольку крестьян нельзя прогнать, ну, придется с ними как-то ужиться. Но Ленин собирался уживаться с крестьянами не навсегда, лет на 5-10. Многие коммунисты считали, что НЭП вводится всего на одну хлебозаготовительную компанию. Это обманка для крестьянства, дурилка. Сейчас мы, так сказать, вот их обманем, а потом все сделаем. Ленин сказал, что мы, этот курс берется на более долгий срок, на 5-10 лет. А дальше Ленин сказал фразу, которая показала, что большевики держат слово. Он сказал, но мы еще вернемся к террору, в том числе террору экономическому. Так оно и произошло в 29-м году, когда началась коллективизация. То есть, этот курс был рассчитан на 5-10 лет. Но он свою задачу, безусловно, выполнил. Хотя в какой-то момент поставил под угрозу существования Советского Союза. По НЭПу, по Ленину, НЭП это смычка крестьянства и пролетариата. Это стало такой мантрой. Если ты против смычки крестьянства и пролетариата, значит ты против советской власти. А уж после 23-го года ситуация вообще изменилась в пользу смычки крестьянства и пролетариата. Я вам уже говорил, что советский герб, серп и молот, был придуман в 22-м году. И означал он, молот это немецкий европейский пролетариат, а серп это крестьянство, русское крестьянство. А в 23-м году немецкая, вот эта германская революция провалилась. И стали говорить, что это символ российского пролетариата и российского же крестьянства. И отсюда проблема смычки стала проблемой выживания большевистского режима. Потому что у режима просто не было ни армии, ни техники для того, чтобы задавить крестьянские бунты, если они начнутся. То есть, некоторые историки формулируют так. НЭП это брестский мир большевиков со своим же народом. То есть, каких большевиков? Интернационал-социалистов, которые хотели мировой революции. Значит, сначала Ленин, который был не очень крупным теоретиком, он был хорошим тактиком. Он определил НЭП как государственный капитализм. И тут же за это получил полную порцию критики от Бухарина и Троцкого. И после этого Ленин стал трактовать НЭП как смешение социалистической и капиталистической форм. Я подчеркиваю, Ленин был не теоретиком, он был практиком. Он жил по принципу «назови хоть горшком, только в печку несу». Самое главное нам взять власть. А как будет называться, неважно. Ленин, по сути, принял бухаринскую формулу. Запишите, пожалуйста. Это стало официальной формулой НЭПа. Она принадлежит Бухарину. В кавычках НЭП- это социалистическая диктатура, опирающаяся на социалистические производственные отношения и регулирующая широкую мелкобуржуазную организацию хозяйства. По логике этого определения, главная задача партии – это вытеснение этого мелкобуржуазного хозяйства. Да, большевики мелкобуржуазным называли крестьянское хозяйство. Для них это все было мелкобуржуазное. То есть, Ленин подчеркивал, что НЭП – это обходной путь к социализму. Это не программа построения социализма. Это обходной путь. Вот так карта легла, мы не можем сейчас справиться с крестьянством, поэтому мы сейчас пойдем в обход. А потом еще вернемся к террору, в том числе к террору экономическому. То есть, погрозил пальцем и двинулись. Дальше запишите, пожалуйста. В целом, НЭП был малоустойчивой рыночно-административной конструкцией, которая принимала уродливые формы сращения корыстных интересов, коммунистической номенклатуры, руководства трестов и спекулянтов-НЭПМанов. Каждый из них играл свою роль. То есть, черную работу делал спекулянт-НЭПМан, но степень коррупции партии в период НЭП выросла стремительно. И это была одна из причин отмены НЭПа, потому что дальше, если бы НЭП сохранился, то партия просто полностью разложилась бы. В 2021 году была проведена перестройка управления хозяйством, была ослаблена централизация, трудовые мобилизации были заменены биржами труда. Биржа труда – это что означает? Безработица. Были отменены уравниловка, была отменена карточная система, но для кого-то карточная система стала спасением, была спасением, а теперь карточную систему отменили. Быстрее всего результаты НЭПа сказались в торговле и, естественно, в торговле розничной. Уже к концу 2021 года, отметьте себе, пожалуйста, к концу 2021 года НЭПМаны контролировали 75% товарооборота в розничной торговле и 18% в оптовой торговле. Если вы хотите понять, что такое НЭП с точки зрения повседневной жизни, скачайте в интернете и посмотрите. Фильм, он такой, ну, полу… Это об уголовном розыске фильм. Называется «Испытательный срок». Кто смотрел? Может, кто-то смотрел? Там молодой Табаков играет. «Испытательный срок». Это об уголовном розыске времен НЭПа. Но там НЭП хорошо очень показана, вот эта вот разлагающаяся НЭПМанская среда сквозь призму работы уголовного розыска. Посмотрите, это хорошее кино. Оно смотрится с большим интересом. Потому что там сюжет – это уголовный розыск ловит банду. И вот ловят они ее в разных местах, там в притонах, на малинах воровских. Сделан фильм хорошо. НЭПМанство стало выгодной формой отмывания денег, особенно для тех представителей номенклатуры, которые хорошо пограбили во время войны. Теперь это у них лежало и лежало. А теперь можно было сбывать это через НЭПМанов. И очень многие отмыли свои деньги таким образом. В низовых партийных организациях поворот к НЭПу был принят отрицательно. Многие решили, что это конец социалистического эксперимента. И кто-то саботировал решение НЭПа, а кто-то пускал пулю в лоб, потому что рассчитывали совсем на другое. В октябре 1922 года был принят новый земельный кодекс РСФСР, который разрешил в деревне нанимать людей на работу. Затем в 1923 году продналог трансформировался в единый сельскохозяйственный налог, а в 1926 году его стали полностью собирать в деньгах. Вообще, и это, пожалуйста, отметьте себе, НЭП не был абсолютным триумфом экономических методов, как это иногда писалось в советских учебниках. Это внешне был только триумф экономических методов. На самом деле там было очень много чего другого. Я имею в виду не только так называемые перегибы местных властей. Дело в том, что значительная часть крестьянского продукта отчуждалась в виде налога. Причем налогообложение было чрезмерным. Другое дело, что крестьянин получил возможность свободно вздохнуть, и это решило некоторые проблемы. Основой обмена города с деревней была неэквивалентность. Вот это, пожалуйста, отметьте, неэквивалентный обмен города и деревни. Режим завышал цены на продукцию промышленности и занижал цены на продукцию сельского хозяйства. В результате в 2023-2024 годах крестьяне потеряли 70% рыночной стоимости своего продукта. То есть 30% произведенного ими продукта было взято государством по рыночной стоимости, а 70% не по рыночной. Потом эта цифра снизилась и стала 50 на 50. То есть 50% где-то государство изымало по рыночной стоимости, а другое она изымала различными другими способами. То есть, и вот то, что я сейчас скажу, запишите и подчеркните. Рынок стал во многом выполнять роль не средства купли-продажи, а механизма эксплуатации крестьянского хозяйства. Только половина крестьянского товара приобреталась государством в качестве товара, а другая половина представляла, по сути, как это лучше всего назвать, как вы думаете? Значит, половина изымается как товар, а другая половина – дань. Для НЭПа характерны высокий уровень хищений, коррупции, разбухал аппарат. И очень часто вот этот изъятый у крестьян товар, он шел не в фонд производства, а в фонд потребления. В результате товарность крестьянского хозяйства начала снижаться. И это противоречило самой задумке НЭПа. Но это было логичным следствием НЭПа, потому что это была уродливая конструкция. НЭП не решил проблему выравнивания отношений между промышленностью и сельским хозяйством. То есть, смотрите, какая оказывалась ситуация. Поскольку промышленность была в состоянии разрухи, она еще не была восстановлена, город мало что мог предложить крестьянству. Крестьянство не продавало свой хлеб. А зачем продавать? Я все равно не могу ничего на деньги купить. Оно складывало зерно. Поскольку оно ничего не покупало, это не было стимулом для развития промышленности. Получался замкнутый порочный круг. Промышленность слабо развита, она ничего не может предложить крестьянину, а крестьянин в результате ничего не покупает, но и не продает. И, следовательно, вот эта вся схема крутится. И в 27-28 годах стало ясно совершенно, что НЭП не стимулирует развитие промышленности. А в 28-29 годах стало уже ясно, что в Европе грядет рано или поздно новая война. Кстати, Сталин в 31-м году, когда уже шла коллективизация и индустриализация, в феврале 39-го года он сказал и попал в точку. Он сказал следующее. Если мы, либо мы за ближайшие 10 лет, с 31-го по 41-й год, почти угадал, то есть просто угадал, не пробежим тот путь, который Запад прошел за 100 лет, нас уничтожат и сомнут. То есть за 10 лет нужно было провести индустриализацию. НЭП это не позволял, потому что НЭП был ориентирован на легкую промышленность и на то, чтобы Россия была сырьевым придатком Запада. То есть в этом отношении НЭП, реализация НЭПа обрекала Россию на поражение в будущей войне, потому что НЭП не давал средства для развития тяжелой промышленности. Замедленные темпы роста промышленности в 20-е годы вызвали безработицу. В 23-м, 24-м году в городе был 1 миллион безработных, в 27-м, 28-м 2 миллиона безработных. И это создавало острую напряженную обстановку в городах. Росла преступность, и с ней вообще было трудно справиться. Естественно, для тех, кто работал, ситуация была нормальной. Они имели 7-8 часовой рабочий день, они получали зарплату, но в целом положение рабочего класса было очень тяжелым. Важнейшая часть НЭПа – это возрождение финансовой системы страны. Денежное хозяйство страны было разрушено. Цены в 22-м году, в 21-м году, по сравнению с 2013-м годом выросли, как вы думаете, во сколько раз? 2013-й год, 21-й, 8 лет. Во сколько раз? Сколько? Так. Еще какие идеи? 200 тысяч раз. А вы что, не смотрели Республику Шкит фильм? Кто смотрел Республику Шкит? Вы, ребят, вы меня удивляете, вы не киношные люди, что ли? Как чего не спросишь, не смотрели. Так вот, в Республике Шкит человек продает спички и кричит «Мадам, мадам, купите спичечный коробок, всего миллион, вечером будет 10». Кстати, в Германии, в Веймарской Германии, там не в 200 тысяч, там в несколько миллионов раз цены выросли. То есть люди ходили в магазин за покупками с огромным баулом, где были бумажные деньги. 200 тысяч раз. Ну, естественно, нужно было вводить другие деньги. Требовалась реформа. Реформу проводил Нарком финансов Сокольников, которому помогала группа старых специалистов. В октябре 21 года был восстановлен Госбанк, а в 22-24 годах вот эти обесцененные деньги, это миллионы, миллионы, миллионы за спичечный коробок, были вытеснены червонцем по золотому содержанию. Отметьте себе, пожалуйста, червонец равнялся дореволюционной 10-рублевой монете и стоил 6 американских долларов. Дело в том, что и американский доллар тогда стоил совсем, совсем, был совсем другим. Доллар ведь стремительно падал в цене. Вот, скажем, в 74-75 годах в Советский Союз пришли 170 миллиардов долларов за счет торговли нефти. Как вы думаете, вот в современных ценах это сколько? 75-й год, 170 миллиардов. Сейчас сколько, как вы думаете, за сколько доллар просел по сравнению с серединой 70-х? Ну, 25, за 40 лет. Официально в 6 раз. То есть, сейчас почти миллион. На самом деле, реально больше, потому что специалисты дают нынешнему доллару стоимость, кто знает, сколько значит доллар сейчас стоит реально, сколько это центов. От 6 до 10 центов реальная стоимость доллара. Вот это и есть реальная стоимость нынешнего доллара. Но поскольку его можно напечатать, нашлепать сколько угодно, и за ним стоит вся военная мощь Соединенных Штатов, доллар пока существует. Но это пока. Значит, червонец обеспечивался и нашим золотом, и иностранной валютой. Софтзнаки изымались и менялись по курсу. Один новый рубль, 50 тысяч старых софтзнаков. Эти деньги так и назывались, софтзнаки. Во время НЭП активно развивалась кооперация. И повторяю, экономическая либерализация сопровождалась упрочением коммунистической власти, усиливался репрессивный аппарат. И как это происходило? 6 июня 1922 года, например, был создан главлит. Как вы думаете, что такое главлит? Да, это цензура. Это цензура установления контроля над цензурой. Через год возник главрепертком. Как вы думаете, что такое главрепертком? Репертуар театров. Совершенно верно. В августе 1922 года из страны в качестве особо активных контрреволюционных элементов это формулировка такая была, были высланы 160 видных деятелей культуры. Другим повезло меньше, их отправили в Сибирь. В школах запретили преподавание буржуазных дисциплин. Как думаете, буржуазные дисциплины это какие? В 30-е годы восстановили. В 1936 году это все было восстановлено. Но интернационал-социалисты считали, что нужно это запретить. Так считали, Ленин, Троцкий. Как вы думаете, какие это были буржуазные дисциплины? Греческий и латынь. Философия и логика были запрещены. Потом история. Потом историю вернули, но стали рассматривать как историю классовой борьбы. Дальше. Начались репрессии против церкви. В феврале 1922 года большевики конфисковали у церкви драгоценности якобы на борьбу с голодом. В июне, да, и в 23-м году те священники, которые готовы были принять большевистский режим, они называли себя Живая Церковь, провели собор и они отменили патриаршество. В июне 23-го года патриарх Тихон, это другая группа священников, признал законность советской власти. В 25-м году он был арестован, умер и нового патриарха не избирали. Кто мне напомнит, когда потом у нас было восстановлено патриаршество? 43-й год. 43-й год. А с гимном зазвучал с 44-го. Митрополит Сергий в июне 27-го года призвал паству к подчинению законной власти России. Его противники сгруппировались вокруг митрополита Иосифа. Власти вели антирелигиозную кампанию. Был создан союз безбожников во главе с Емельяном Ярославским, настоящей фамилией Губельман. И вот этот союз безбожников издавал антирелигиозные журналы. В 43-м году все изменится. В 43-м году Сталин встретится с иерархами церкви. Скажет, что церковь занимает партийную, то есть патриотическую позицию, что надо бы восстановить патриаршество. Как они на это посмотрят? Те сказали, да, конечно, очень хорошо. Ну, он сказал, мы создаем теперь комитет по делам церкви. Возглавит его, по-моему, фамилия человека была Крылов или Петров. Ну, иерархи ужаснулись, потому что Крылов, этот или Петров, он ведал в МВД вопросами борьбы с контрреволюцией в церкви. Они сказали, нет, нет, не надо. Сталин сказал, он хорошо знает ваши нужды. И этот человек стал защитником церкви. А вот Емельяну Ярославскому дали 15 минут, чтобы он убрался из помещения, где он издавал журнал «Безбожник». И там стали издавать журнал «Вестник Московской Патриархии». В 15 минут вымели. То есть, вот так решались вопросы. Но до этого нужно еще было дожить. Поворот произошел в 1936 году. 6 февраля 2022 года ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление, ГПУ. То есть, из чрезвычайных эти органы превратились в государственные, в регулярные. Что еще происходило в это время? Кульминацией НЭПа стал 25-й год. Бухарин обратился к призывам к крестьянству, прежде всего к середняку и богатому крестьянину. Звучало это так. Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. И на 14-й партконференции был принят план Бухарина. Его активно поддержал Сталин. Критиками выступали Троцкий, Зиновьев, Каменев. Об этой теме мы отдельно поговорим в значительно более интересном вопросе, чем НЭП. Это политическая борьба в 20-е годы. Экономическое развитие в период НЭПа было неравномерным. То кризис, то подъем. И связано это было с тем, что диспропорция между сельским хозяйством и промышленностью ее никак не могли устранить. Кризис хлебозакотовок 25-го года стал первым ударом колокола по НЭПу. И умные люди поняли, что с НЭПом скоро закончится. Но по инерции НЭП проехал еще несколько лет. Вот тот роман Олеши «Зависть», который я вам рекомендовал, он написан в 25-м году. Олеши был умным человеком. Он понял, что НЭП скоро прикажет долго жить. В 26-м году собралась 15-я партийная конференция ВКПБ. На ней была осуждена троцкистско-зиновьевская оппозиция, которая призывала к колониальному отношению к крестьянству, то есть к его эксплуатации. А с другой стороны были приняты поправки Сталина к написанному Рыковым проекту о хозяйственном положении страны и задачах партии. И здесь Сталин впервые зафиксировал осторожно ту позицию, которая победит в 29-м году. Он написал о том, что необходимо решительно ограничивать эксплуататорские устремления кулачества в условиях капиталистического окружения. С 26-го года начинает постепенно прорисовываться тенденция к отмене НЭПа. В 1926-27 годах натуральные запасы хлеба превысили довоенные. И составили 160 миллионов тонн. Но крестьяне хлеб не продавали, а промышленность задыхалась от сверхнаперенапряжения. Левая оппозиция, то есть Троцкий, Зиновьев, Каменев, предложили изъять у зажиточных крестьян, которые составляли 10% населения, 150 миллионов пудов. Но руководство не пошло на это, потому что это означало уступку левой оппозиции. Весь 27-й год сталинское руководство вело маневры по окончательному устранению левой оппозиции, потому что без этого нельзя было решать крестьянский вопрос. Любая попытка надавить на крестьян означала бы, что сталинская команда пошла по пути, о котором говорит Троцкий, Зиновьев, Каменев. На 15-м съезде Зиновьева, Троцкого и других левых оппозиционеров исключили из ЦК, однако после того, как они повинились, это называлось на партийном языке «разоружиться перед партией». Вообще партийный язык – это очень интересная вещь. Вот в советское время была целая анкета при обмене партийных билетов, ну и там был целый ряд вопросов. Ну, например, был вопрос «колебались ли вы?» Имелось в виду, вот, ну и после того, как один остроумный человек написал ответ на этот вопрос, это стало стандартным ответом – «колебался вместе с курсом партии». Понятно, да? «Колебались ли вы?» – «колебался вместе с курсом партии». Значит, после этого, после того, как они разоружились перед партией, их вернули, потому что вот этому сталинскому центру они были нужны для будущей борьбы с бухаринской командой. Борьба за отмена НЭПа развернулась как борьба за индустриализацию. И это было логично, потому что индустриализация была задачей номер один самосохранения советского государства. В 28-м году Сталин совершил поездку в Сибирь и на Урал. В этой поездке он агитировал крестьян продавать хлеб. Ну и причем народ уже осмелел, и в одном из сел, куда он приехал, он говорил, ну, надо продавать хлеб. Ну и какой-то крестьянин ему сказал, парень, вот ты спляши, я, может, тебе мешочек продам. То есть крестьяне отнеслись к этому очень-очень, так сказать, несерьезно. Продолжение следует... Продолжение следует...